Всем привет Меня зовут Серёга В общем, этой зимой Так случилось, что Я купил себе Чтобы временно поездить Жигули Жигули 2105 Инжекторная пятёрка 2006 вроде бы года В общем, купил Я купил её, поездил на ней зиму И мне понравилась Понравилась её простота Простота в эксплуатации Простота в обслуживании И ещё мне понравилось то, что она задний привод имеет Понравилось Типа дрифт делать, да Я ездил на ледяную трассу Даже Вот по итогу сезона Сделал небольшой видосик Компиляцию С нескольких покатушек Вот, её можно тут посмотреть По ссылочке в описании Естественно Вот, и в общем В конце сезона Я решил Что было бы неплохо заняться Этими Жигулями И сделать из них Что-нибудь Более подходящее Для дрифта Чем просто стоковая машина Гараж у меня есть Инструмент Тоже кое-какой В общем Я купил сварочник Полуавтомат Для того, чтобы переварить На ней пороги Потому что Это единственная Ржавая Деталь На машине Пороги Усилители порогов И соединители Ну и по мелочи Может что-то там Ещё понадобится Подварить В общем В общем Купил я себе Полуавтомат И Уже В принципе Был готов Заняться тем Чтобы начать Её переваривать Как вдруг понял Что о пороге-то Ведь варить Придётся Лёжа на полу Ямы-то у меня В гараже нету Эстекады Поблизости Тоже нету Сервис отдавать Не имеет смысла Потому что Мне интересно Именно своими руками Этим всем заняться Поэтому я Начал искать В интернете Как Как можно машину В гаражных условиях Отремонтировать То есть Заменить пороги Переварить И наткнулся На такую штуку Как Опрокидыватель Они есть Нескольких видов Но Самый наверное Какой мне больше всего Приглянулся Это Подъёмник Опрокидыватель Стрела Ну называется он так Стрела Заводского изготовления Советского Делался он Под копейки Тройки Шестёрки То есть Завода делался С такими креплениями В общем Я на авито С трудом Небольшое Очень предложение С трудом Нашёл в соседнем городе За 300 с лишним Километров От нашего От Перми В Ижевске Нашёл И в общем Съездил за ним Съездил Купил этот подъёмник Выглядит он Вот так вот То есть Вот это Две такие стойки Имеет винтовой шток Посередине По центру Точнее И за счёт Вращения Гайки Происходит Подъём Вот этих вот Креплений И в дальнейшем Переворот С фиксацией То есть Перевернуть машину Можно На 90 градусов То есть Поставить её На бок Грубо говоря В условиях Гаража Это как раз Можно сделать Я всё измерил Всё должно Подойти Но Крепление Ой Опрыкидыватель Купил С креплениями Которые Для более Старых Жигулей То есть Для моей пятёрки И для семёрки Они не подходят Для этого Нужно их Переделать Чтобы их Переделать Я купил себе Трубу 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 На 42 Миллиметра Уголок Пятидесятый И нужно будет Чего-нибудь Придумать Чтобы заменить Вот эти Штатные Крепления На крепления Для моих Жигулей Поэтому Сейчас я этим Займусь Я скину Бампера Ставлю трубу Всё размечу Распилю Сварю И покажу Что у меня Получится Вот я вроде бы И закончил Делать Крепление Для Моих Жигулей Уже Совершил Тестовый Подъём То есть Вот так Выглядит Переднее Крепление Ну В общем Уголок Пятидесятый Труба Сорок Третья И Тридцать второй Уголок Вот ещё даже Тёпленькое Всё это дело Обварено Со всех сторон Также С этой стороны Тут всё сделано Тут на штатное Отверстие Всё прикручено Вставил В штатное Отверстие Бампера Там не видно Сейчас С той стороны Посмотрим Вот видно В штатные Крепежи Всё вставил Болты Просто Просто Сверху Вставил Даже без гаек Болты Крепления Бампера Ну и собственно Вот Машина стоит На подъёмнике Это Я её поднял На максимальную высоту Какая возможно То есть Вот она до конца До конца Почти Почти С этой стороны Поднимал Гайковёртом С той стороны Простым Рожковым Ключом Ключик Гаечка Крепление Аналогичное 50 уголок 32 уголок 43 труба А вот тут Пришлось Отверстие Ещё парочку Просверлить Потому что Чуть-чуть Не сходилось Чуть-чуть Не подрасчитал Вот так же Всё в штатное Отверстие Вставил И Поднял В принципе Конструкция Более-менее Устойчива Машина Чуть-чуть Шатается Я не знаю Как показать Вот если Довольно сильно Шатать Но это Она шатается За счёт Того Что У меня Пол Деревянный И Вот этот Упор Давит На одну Доску А доска Соответственно Имеет Ход Ну в общем Видно Но В принципе Всё закручено Всё должно быть Надёжно Машину Естественно Сейчас я не буду Переворачивать Ставить на бок Во-первых Потому что У меня ничего К этому не готово В том плане Что Я не слил Никакие жидкости Ничего не сливал И тем более В одного Я думаю Вдруг это будет Сделать Проблематично И поэтому Я дождусь Кого-нибудь С кем же Это можно будет Сделать В паре На помощь Для помощи И Перевернём А фронт работ Вот такой То есть Пороги Усилители Соединители Ну и наверняка Что-то нужно будет Усилить по самому Днищу Да даже тот же Допустим Дифференциал Заменить на Самоблок Нужно же будет Как-то Чтоб под машину Не лезть Она будет На боку Я спокойно Всё сниму Разберу Поставлю Ну и вот В общем Так же По выхлопной системе Вообще По всему Будет очень Лёгкий доступ К тем же Даже До рычагам Подвески Хотя Их не обязательно Наверное На подъёмнике Менять Их можно И на земле На домкрате Но тем не менее Это всё упрощает Процесс Так вот Машина вся Мятая Чуть-чуть Ну как Чуть-чуть Каждый элемент Мятый И подкрашенный И шпаклёвка В общем У неё Всего в достатке Но тем не менее Ржавчина у неё Ржавчина у неё Вот только на порогах Всё остальное У неё прям В толстом слое Мовили Или чего там Подкрылки Я уже снял Ржавчины Под подкрылками Вообще нету Всё в толстом слое Мовили Толстый-толстый Слой шоколада Вот Да даже арки Вот они Вот буквально Только начали цвести От саморезов Потому что С той стороны Они тоже всё Обработаны Внизат дверей Все целые Рыжик есть Но это же не сказная Ржавчина В конце концов Так что вот Я в общем Вспомнил Что машину Можно и в одного Перевернуть Она не перевернётся Сама Потому что Она упирается В колёса Для того Чтобы совершить Полный переворот На 90 градусов Нужно Снимать колёса Ну Передняя ещё не уперла И задняя уже уперлась Вот И тогда Получится её Полностью Крутануть Вот И Пока в общем Я её вот так вот Ради интереса Перевернул Вроде бы ничего Из моторного отсека Не капает Поэтому Нормально Вот Переворачиваться Довольно таки Тяжело Да Тяжело Одному-то её так Обращать Даже Несмотря на то Что она Сейчас пока Не до конца Перевёрнута В принципе Уже можно Допустим Совершать работы По порогам Да и вообще В принципе По всему остальному Всё в лёгком доступе Где-то Самый ритм Всё Всё на виду Так Это конечно Страшненько Что-то Под машину Залазить В таком положении Намного Спокойнее будет Когда она будет Чисто на боку А не Не нависать Так На одну сторону Может быть Будет Попроще В общем Вот так вот Да Вот Под домкратник Если надо Заменить Возможно Что-то Усилить Тут он Вообще Вон Расплюснутый Вот А так Видно Что машина Тоже вся Промовилена Когда-то Была Возможно Давно Очень Но тем не менее Это помогло Ей Остаться Остаться Живой До наших дней Хотя По идее Машине Не так уж И много лет Чего Оно 2005 2006 Года Так что Вот Прикольно Смотрится В общем Пробужайте Следить За каналом Если интересно Напомню Что В моих Планах Было бы Неплохо Построить Из этой Машины Нечто Более Более Подходящее Для Дрифта Для Дрифта Может Для гонок Для каких-нибудь Для кольцевых И так далее Ну не знаю Для любых Просто Для веселья У меня есть Основная машина Поэтому Я могу себе Позволить Заниматься Этой машиной И делать с ней Что захочу В том плане Что она может Стоять в гараже Я могу с ней Тихонечко работать И Никуда не торопиться Кстати Вот Качаю ее Нормально Стоит В общем Подъемничек Вроде Стоит Так что Смотрите Подписывайтесь Как там говорят Ставьте колокольчик Чтобы вам приходили Уведомления О том Что у меня Новый видос Появился И все Следите за каналом И комментируйте Да Ладно Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok